Привет, просветители! В начале этого лета у меня была идея в первых числах сентября подвести некий итог. Вручить большую шоколадную медальку за самое странное летнее предложение. Ну, вы знаете, у нас в последнее время, что не предложение, то сразу же закон-проект. Как вы понимаете, год семьи заставляет фантазию политиков и чиновников работать без выходных и перерывов. Каждый готов предложить свое... оригинальное решение. Такие трудяшки. Но еще только начался август, а господа-стахановцы уже перевыполнили план. Если собирать эти шедевры мысли до начала сентября, то ролик выйдет просто бесконечным. Поэтому предлагаю в этом видео подвести некий предварительный итог. Что сегодня в меню? Официант, заносите. Налоги для бездетных, превышающие зарплату. Да-да, и такое бывает. Дискредитация традиционных ценностей. Ну, не все ж только про армию говорить. И запрет пропаганды... Простите, мне понадобится шпаргалка. Синглтона. В общем, будет интересно. Вот увидите, август прилетит незаметно. И к первому сентября многие озадачатся. Как бы так организовать стол со всякой вкуснятиной для первоклашек? Или для будущих выпускников? Или для студентов через начало учебного года? Где бы взять всеми любимую еду, типа пиццы, роллов? Даже и не знаю, чтобы вам такое предложить на эту тему. Ладно, вы меня раскусили. Конечно, знаю. Конечно, накормить всех, и не важно, насколько большая у вас компания, поможет доставка еды в Фудбенд. Тем более, что там есть любимая моими подписчиками скидка на все-все заказы по промокоду Остапов. Заказ можно будет сделать заранее, на определенный день и время. Фудбенд сами приготовят и доставят вкуснятину по Москве, Алматы и кое-где еще. Скидка многоразовая. Хоть каждый день бери разное. Чем больше заказ, тем больше скидка. В меню Фудбенд много пиццы. Ей удобно делиться, меняться кусочками. А еще все дети любят ее. Практически без исключений. Если нужно больше овощей и меньше теста, берем каждому покебол с лососем или креветками. Это и сытно, и красиво. А взрослым, например, закажите большой сет разных роллов с рыбой и морепродуктами. Или горячие блюда Фудбенд. Лапша Вок с курицей или креветками. И другие блюда со сковородки. Вот красивая пицца с пармезаном и пармской ветчиной. Да и зелени там предостаточно, тоже витамины. А вот и крылышки барбекю. Это уже бонусом, если не хватит всего вышеперечисленного. Салаты и десерты в меню тоже есть. Но тут уж сами смотрите, что вам нужно. Кстати, зрителям-предпринимателям. У Фудбенд есть франшиза. Помогут открыть кафе и доставку в вашем регионе. Ну а если просто уже хочешь поесть и запить все это домашним лимонадом, как в детстве, пиши при заказе код Остапов. Скидка на все меню. Ссылки ниже. И приятного аппетита. Несколько лет назад общественность потрясла интервью Татьяны Буцкой, в котором она предложила вести налог для бездетных. Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог. И не любят дальше. Либо любят детей и рожают. Либо не любят и платят за то, что не любят. Заявила она. Старички канала помнят эту историю шикарными отмазками. Я такого не говорила. Вырвано из контекста. Хорошие были времена. Наиболее приемлемой суммой налога Буцкая назвала 500 рублей в месяц. По ее словам, это будет справедливой платой за решение строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование. Плата за решение получать образование. Звучит просто как песня. Но прошло 4 года. И то, что раньше казалось шоком, теперь просто детский лепет. Любители окна Авертона, ваш выход не в окно. 500 рублей Буцкая легким движением руки превратились. Нет, к сожалению, не в элегантные шорты, а в 20 тысяч. Налог на бездетность в России должен быть сопоставим с суммой расходов на ребенка. Такое заявление в эфире радио Комсомольская правда сделал автор идеи о таком налоге депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Хоть стой, хоть падай. Поэтому я посижу. Он напомнил, что налог на бездетность в СССР составлял 6% от заработной платы. Сейчас, по словам Федорова, данный размер не актуален. По мнению депутата, сумма сбора должна быть сопоставима с расходами на ребенка. Порядка 20 тысяч рублей на человека, который не имеет детей. А я, кажется, знаю, что попрошу у Деда Мороза на этот Новый год. Хочу, чтобы господин Федоров этот гениальный спич в Тверской области произнес. Вот этой даме, оставившей комментарий под моим роликом, наверное, по мысли Федорова, нужно вторую работу найти. Ну, чтобы налог заплатить. Нет, я, конечно, понимаю, что в прекрасной России из головушек политиков детей нет только у тех, кто жиру бесится. Ну, не успеваешь просто с Мальдив на Маврикии вечно переезжать. Ну, некогда в роддом заглянуть. Вот, кстати, самая новая информация Росстата. Доля тех, кто не может себе позволить товары длительного пользования в России, снизилась с 49 до 48%. Победа! Всего-то каждая вторая семья не может позволить себе купить товары длительного пользования. Вводим новый налог и заводим тройню. Количество семей, которые могли купить еду, но испытывали трудности с покупкой одежды и оплатой ЖКХ, снизилось с 12,9% до 11,2%. Вот если мы заставим этих тунеядцев платить по 20 тысяч в месяц, заживем. Не знаешь, как свести концы с концами, а большая часть зарплаты уходит на съемную квартиру? Заплати 20 тысяч, надейся, что эти деньги пойдут многодетной соседке Лене. Они сами знаете куда. А что, демографию надо поддерживать. Вообще, конечно, хочется восхититься нашими депутатами и их верой в россиян. Они надеются, что у бездетных в стране достаточные зарплаты, чтобы заплатить подобный налог. Пока будете возмущаться, что от вас требуют содержать чужих детей, помните. Во-первых, чужих детей не бывает. А во-вторых, подобное негодование вполне можно расценить как дискредитацию традиционных ценностей. Вы что, детишек не любите? Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Моя позиция однозначно. Выступаю за появление ответственности, как минимум административного наказания, за дискредитацию семейных отношений, тем более в обозначенной президентом год семьи, сказал Хамзаев в РИА Новости. Кто и как конкретно дискредитирует семейные ценности, мне не особо понятно. У нас есть Семейный кодекс Российской Федерации, регулирующий семейные отношения в России. Но нет закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей. Тех, кто в стадии создания ячейки общества. А деструктивной пропаганды, дискредитации семейных ценностей, отметил депутат. Интересно, а передача мужской и женской это дискредитация? А фраза, что женщина в первую очередь человек, а уже только потом мать, это все еще административка или уже уголовка? Да это как бы уже терроризм. Давайте мы определимся, что для нас традиционные семейные ценности. Придем к единому мнению, запишем в законе, а потом уже будем вводить наказание, сказала депутат Астанина. Сами депутаты еще понять не могут, что такое эти ваши традиционные ценности, но административка уже необходима. Я просто напомню, что традиционная советская семья и семья в царской России, это разные истории. И какая из них более традиционная? А славяне-язычники недостаточно традиционные. Забавно, что несколько месяцев назад известное издание, публикующее сатирические новости, написало о дискредитации традиционных ценностей. В общем, дошутились. Но пока политикам только предстоит закрепить в документах определение традиционных ценностей, некоторые дамы решили бороться с пропагандой чего-то более знакомого и понятного. Разводов. Не спрашивайте, кто их пропагандирует, я без понятия. Все вопросы к Ирине Волынец. Да-да, знакомые все лица. В прошлом году Ирина заявляла, что реклама приютов для животных это скрытая пропаганда Child Free. Теперь вот, новых врагов нашла. Пропаганду разводов и синглтона предложили законодательно запретить в России. Соответствующее обращение сделала уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец к вице-спикеру Госдумы Ане Кузнецовой. С комарохи, похоже, уже не актуальны. Кто такие синглтоны? Не, я, конечно, понимаю, что давно уже отстал от жизни. Но все же, вот эти самые пропагандисты синглтонов, они действительно массовые явления? Они на самом деле мешают семейной, прости господи, полифонии? Пропаганда синглтона настолько опасна, что за последние несколько дней сразу же несколько изданий вышли со статьями. Кто такие синглтоны? А то вдруг ты сам один из них. Пропагандистов. Оказалось, что одинокие люди дискредитируют традиционные ценности. То мы с англицизмами боремся, а то в Государственную Думу пишем официальное письмо с этими самыми словами. Чем слово одиночество не удовлетворило? Самое забавное, что есть у меня ощущение, что вот на данный момент главной пропагандисткой этого движения, субкультуры, стиля жизни... Что это такое? Является в России сама Ирина Волынец, потому что до ее открытого письма в медиапространстве это слово не особо-то всплывало. Зато сейчас те самые подростки, о которых так беспокоится Ирина, хотя она же считает, что современные дети с жиру бесятся, пойдут гуглить, что это за зверь такой. Мам, я больше не квадробер, я синглтон. Текст документа есть в распоряжении ТАСС. В нем говорится, что сейчас в российском обществе есть тенденция к пропаганде одиночества, синглтон, а также отказа от традиционных семейных ценностей. Волынец указывает, что это особенно опасно для детей, у которых формируется свой взгляд на мир и семью. Вы с массовой пропагандой одиночества часто встречались? Она отметила, что число родившихся с начала 24-го года упало на 2%, при этом число разводов на 3,5% превысило количество браков. Принимая во внимание неутешительную статистику, обращаюсь к вам с инициативой о запрете пропаганды разводов и синглтона в Российской Федерации. Говорится в обращении. Когда-нибудь они начнут бороться с реальными проблемами. Когда-нибудь они начнут. Предлагаемый проект закона, по мнению Волынец, может включать запрет на рекламу и публичные кампании, подчеркивающие плюсы разрыва брака или одинокой жизни. Где, в каком российском городе проходят публичные кампании, подчеркивающие плюсы разводов? Что это такое? Или Ирине Волынец на ютубе попалось видео, в котором заявили, что жить с алкоголиком это не лучшая идея. И терпеть побои ради детей и полной семьи та еще затея. И она решила, что Россию пропаганда разводов захлестнула. Нет, ну вот серьезно. Просыпается человек как-то утром и понимает. Надо бороться с пропагандой разводов. И узнать наконец-то такие синглтоны. Хочу отметить, что в некоторых загнивающих странах, то есть не в таких хороших, как наша, в плохих, главы государств очень часто появляются на публике со своими женами, практически на всех публичных мероприятиях. Некоторые особо загнивающие политики еще и со своими детьми постоянно фотографируются. Интересно, а вот является ли пропагандой разводов и одиночества тот факт, что владе... Продождаем. Всё вот так. Что случись то? Режим! Павлик! Продолжение следует...